Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мне понравилась история об исчезновении студента Сон Чон Мина, снятая на камеры видеонаблюдения. Эта история настолько необычна, что чем больше думаешь об этом случае, тем больше вопросов возникает, чем ответов. Подписывайтесь на канал Дэниел Тейлор и погружайтесь в загадочные истории. Ссылку на этот канал я закреплю в описании к этому видеоролику. Во время Первой мировой войны дезертировавший французский солдат много лет притворялся женщиной, чтобы избежать казни. Под именем Сюзанна он вел распутную жизнь в парижских кабаре в бурные 20-е годы. Но в конце концов его беспорядочная жизнь и ухудшающееся психическое состояние привели к трагедии. Эта история начинается в 1910 году в Париже. 19-летний Поль Граб приезжает из Верхней Марны в Париж в надежде заработать и получить надлежащее образование. Он упорно трудился, чтобы свести концы с концами. Его настойчивость, целеустремленность и трудолюбие привели его к тому, что он стал оптиком. Поль также посещал несколько курсов игры на Мандолине, где познакомился с Луизой Лэнди. Их скромные финансовые возможности не мешали их чувствам. Они полюбили друг друга и в 1911 году узаконили свои отношения. Вскоре Поль был вынужден уйти на военную службу, но ему удалось получить назначение на охрану парижских бастионов, чтобы быть поближе к своей жене Луизе. Поль отличался от других солдат. Он был искусным бегуном, умел ездить верхом, плавать, что в то время было редкостью, и вскоре его назначили капралом. Проведя положенные два года на действительной службе, Поль решил, что с армией наконец покончено. Но в августе 1914 года Поль Граб отправляется на фронт воевать против Германии. Французская 102-я пехотная дивизия постоянно двигалась день за днем, поскольку фронт еще не был четко определен. Затем постепенно пришло время противостоять врагу. Поначалу были лишь небольшие стычки. Затем появились раненые и первые убитые. Для французов самым кровопролитным этапом всей Первой мировой войны стало первое сражение, получившее название пограничного сражения, которое длилось всего 10 дней. Но это было одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором участвовало 3 миллиона человек с обеих сторон и унесло тысячи жертв. Находясь на передовой, Поль Граб попал в ад, столкнувшись с разрушительной жестокостью войны. В конце августа он впервые получает ранение в бедро. В октябре он выздоравливает и возвращается обратно на фронт, где во время кровавой перестрелки теряет две фаланги на указательном пальце правой руки. Повторно переведенный в военный госпиталь города Шартр, он остается там в течение 4 месяцев, так как рана не заживает. 4 месяца показались слишком долгим сроком, чтобы оправиться от потери одного пальца, и власти начинают подозревать Поля в членовредительстве, чтобы избежать фронта. И в таких ситуациях люди не были особенно добры к тем, кто делал что-то подобное. Полю угрожали смертной казнью без надлежащего судебного разбирательства. И в апреле 1915 года ему было приказано вернуться на фронт. Столкнувшись с перспективой возвращения в этот ужас грязи, свиста пуль и пушечных выстрелов, Полю решает, что изменит свою жизнь навсегда. Выйдя из военного госпиталя, вместо того, чтобы отправиться в казарму, он садится на поезд и возвращается в Париж к своей жене. В Париже пуль находит Луизу. Можно только представить, как она была счастлива. Ее муж жив, здоров и далеко от войны. Но она также понимала, что все может закончиться в любой момент, если его обнаружат. Весной 1915 года армия остро нуждалась в людях. На фронт отправляли даже лиц, признанных непригодными к военной службе. И поэтому усилия по поиску пропавших без вести дезертиров были удвоены. Три раза охранники врывались в дом матери Луизы, где прятался Поль. Но не могли его найти. Поль не выдерживал давление секретности. Он жил как настоящий заключенный и не смел выходить за дверь. В то время молодой человек, идущий по улицам Парижа, вызывал бы подозрения. Потому что все молодые люди, может быть, за исключением некоторых сотрудников министерства, были на фронте. Однажды от скуки, шутя с Луизой, он выбрал одно из ее платьев и надел его. Почему бы не переодеться женщиной? Поль тщательно побрился. Жена ему нанесла легкий макияж. Надела ему на голову дамскую шляпку. И, затаив дыхание, они вышли на улицу. Идя по дороге, Поль и Луиза старались идти непринужденно и легко, как две подруги на прогулке. Когда они поняли, что не выглядят подозрительно, дамы решили зайти в кафе, в котором их никто не разоблачил. Возвращаясь домой, они были поражены, когда заметили приближающегося мужчину, который пристально смотрел на них. Наконец, мужчина восхищенно присвистнул. Это было последним доказательством того, что Поль, переодетый женщиной, был настолько убедителен, что обманул даже взгляд любителя женщин. С этого момента для внешнего мира Поль и его жена Луиза были подругами, которые просто вместе жили. Поль купил женскую одежду, отрастил волосы и сделал более женственную прическу. Научился менять голос и выбрал имя – Сюзанна Ландгард. В то время как его жена Луиза работала на фабрике учебных материалов, Поль в образе мадам Сюзанны начал работать в ателье. Однако он не задержался надолго и часто менял работу из-за проблем, связанных с его отношениями с коллегами. Наконец, закончилась война. Как и многие другие дезертиры того времени, Поль и Луиза отправляются в нейтральную страну, в Испанию, и ненадолго скрываются в стране басков. Они возвращаются в Париж в 1922 году. Атмосфера столицы изменилась. Так называемые «ревущие годы» только начались, и Париж был городом, который хотел забыть о войне любой ценой. Жестокой морали XIX века больше не существует, и люди хотят веселиться и получать удовольствие. Париж был богат новинками, художественным авангардом и безудержными развлечениями. Поль в образе мадам Сюзанны и его жена Луиза поняли, что они все еще могут выглядеть, как две подруги-модницы, в суете новой бурлящей жизни Парижа. Луиза рисовала игрушечных солдатиков по вечерам после работы, чтобы подзаработать. Но Полю было трудно найти работу. Его ненасытная жажда красивой жизни приводит его на Монмартр и Монпарнас, где в образе мадам Сюзанны он становится знаменитостью по имени Гарсон. Также проводит некоторое время в Булонском лесу. Это общественный парк, который в те годы был знаменитым местом встреч свободной любви. В январе 1924 года, наконец, наступает долгожданная амнистия. Как только власти узнают о деле Поля, эта новость вызывает большой фурор в прессе. Все газеты говорили о переодетом дезертире. Поль рассказывает журналистам о проблемах, с которыми он столкнулся за 10 лет своей маскировки. Среди них невозможность сообщить родителям, что он жив, или необходимость присутствовать на похоронах бабушки в стороне с вуалью на лице, чтобы его не узнали. Парадоксально, но именно с этого момента в жизни Поля Граппа начинаются серьезные проблемы. Домовладелец, видя, что договор аренды подписан на имя Сюзанны Ландгард, а не на имя Поля Граппа, выдает ему разрешение на выселение. Поля и его жену Луизу выселяют. Коммунистическая партия сплотилась, чтобы защитить двух пролетариев, ставших жертвами предрассудков. И вскоре Поль оказался в центре импровизированных публичных дебатов. Небольшая популярность, которую приобрел Поль, возможно, ударила ему в голову. Полагая, что он может стать знаменитостью или иметь какой-то шанс как актер, он начал распространять свои фотографии с автографами, как мужские, так и женские, и зашел так далеко, что нанял книжного агента. Однако долгожданная слава так и не пришла. Ни один режиссер не предложил снять фильм о его истории. Дезертирское прошлое приносит Полю только пренебрежительные статьи в различных газетах, так как те, кто воевал или потерял близких на фронте, все еще крайне враждебно относились к дезертирам. В апреле 1925 года его арестовывают в кафе, где он устраивает скандал, переодевшись женщиной. Поль Граб начинает пить. Он бродит по тавернам, в обмен на алкоголь, показывая свои откровенно непристойные фотографии. Которые со временем так и не были найдены. Он мог выпить до пяти литров вина в день, проявлял жестокость по отношению к Луизе. Когда эпизоды домашнего насилия участились, не выдержав такого образа жизни, Луиза уходит от Поля. Он находит свою жену в доме ее матери и, угрожая пистолетом, умоляет Луизу вернуться и начать новую жизнь. Луиза сдается и вскоре обнаруживает, что беременна. Через несколько месяцев Поль действительно меняет свою жизнь. Он почти полностью бросает пить, устраивается на работу и у пары, наконец, рождается мальчик, которому дают имя Поль. Иделия длилась недолго. Снова начались кризисы и насилие в семье. В ночь на 22 июля 1928 года Поль, по-видимому, зашел так далеко, что разъяренная Луиза дважды стреляет ему в голову, чтобы защитить себя и ребенка, а затем идет в полицейский участок, чтобы сдаться. Судебный процесс имел определенный резонанс в средствах массовой информации из-за сенсационного тона истории. Интересы обвиняемой жены, застрелившей дезертира Трансвестита, представлял известный адвокат Морис Гарсон. Пока Луиза сидела в тюрьме, ее ребенок умер от менингита. Поэтому адвокат настаивал на том, что вдова также была скорбящей матерью, жертвой насилия в браке, которой пришлось убить своего мужа, чтобы защитить своего немощного ребенка. С другой стороны, он пытался преуменьшить соучастие женщины в дезертирстве мужа, трансвестизме и шокирующем его поведении. В 1929 году Луиза Лэнди была признана невиновной, что редко случалось в случаях судебного разбирательства по делу об убийстве мужа. С этого момента Луиза Лэнди исчезла из любого раздела новостей. Известно, что она снова вышла замуж и умерла в 1981 году. В 2011 году непростая история Поля была подробно рассказана в книге «Ла Гарсон и убийца. История Луизы и Поля» французскими историками Фабрисом Вирджили, специализирующимся на отношениях между мужчинами и женщинами во время двух мировых войн, и Даниэлем Вольдманом, специализирующимся на городских и гендерных проблемах. В книге говорится о смутных временах, травмах солдат и внутренних конфликтах, связанных с гендером. В 2013 году французская колорист комиксов Хлоя Крюшот, вдохновленная этой работой, создает комикс «Жанр мове». Это произведение, в котором вопросы сексуальности рассматриваются через призму межвоенного периода, одновременно вызывая текущие споры. В 2017 году на экраны выходит фильм «Наши сумасшедшие годы», над которым работали французский сценарист Сидрик Анже, используя документальные материалы Фабриса Вирджили и Даниэля Вольдмана и французский кинорежиссер Андре Тишине. Повествование фильма разворачивается на фоне Первой мировой войны. Сценарий рассматривает ужас конфликта, травму и дезертирство как путь к бегству. Маскировка поля под Сюзанну представляет собой второе рождение, чему способствует контекст ревущих 20-х и позволяет главному герою забыть о травмах повседневной жизни солдата, а не о своем мужском состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok